Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем играть в Пираспера, это четвертый эпизод, и дело в том, что я маленько стопнул прохождение этой игры, поскольку понял ее проблемы, как-то расстроился маленечко, в принципе все ее проблемы рассказали хорошо в отзывах к игре в стиме, поэтому я повторяться не буду, расскажу, что не нравится конкретно мне. Мне не нравится, что в этой игре очень много спама, я им особо-то не занимался, но я понял, что без спама, например, узловых станций никак тут не поиграть, просто нужно их миллион ставить, а к каждой узловой станции больше одного дрона не прикрепишь, насколько я знаю, есть, конечно, какой-то волшебной технологии нет, поэтому придется просто спамить. Придется спамить не только узловые станции, но и в принципе все здания, потому что в этой игре нет какой-то уникальности, да, здания, единственное, что вот космопорт у нас более-менее уникальное здание, все остальные придется спамить очень много, просто повторяясь, то есть узловая станция, солнечная батарея, дальше вот эта ремонтная станция, и так через каждые, не знаю, две-три клетки, это будет жесть, причем мы только вот один сектор даже далеко не полностью застроили, а этих секторов дохрена, придется много секторов так вот застроить по шаблону, поэтому маленечко это будет, конечно, неприятно. Тем не менее, мне игра нравится по-прежнему, почему? Потому что на фоне того, что все, в принципе, выходит, тут все эти дикие просто индюшки, которые мы смотрим на канале, на фоне их эта игра, в принципе, смотрится не так плохо, как мне кажется. Конечно, у вас может быть свое мнение. Вот, видите, две, значит, через каждые две клетки узловые станции, в принципе, можно ставить, даже можно и ближе. И, конечно же, придется электростанции, точнее, солнечные батареи тоже спамить. Как-то. Пока сюда поставлю. Будет нормально. Так вот, я сейчас буду разрабатывать шахту с алюминием. Будет точно не лишним. Потому что алюминий нам нужен, и, в принципе, можно все остальные тоже постройки запустить. Не буду я уже их приостанавливать. Пусть резы копятся потихонечку. Так, надо еще ремонтную станцию поставить, да? Да, сейчас придется очень много резов нам как-то накопить. И еще мы изучаем шахты. То есть, шахты уровня 2. Это нам позволит в большем объеме добывать резы. Шахта с железной рудой будет тут строиться у нас. Тут у нас вода. Воды хватает, но, тем не менее, сейчас будем все это дело строить, опять же. Так вот, по поводу узловых станций. Тут я, конечно, уже настроил все вплотную, да? Так что красиво поставить уже не получится, но придется тыкать как-нибудь вот так вот, например. Или вот так вот. Тоже неплохо. Так, по поводу ремонтных комплексов. Давайте посмотрим. Предлагали мне ставить гексами, причем настойчиво предлагали. Но в этой игре как бы не гексы. Тут просто можно ставить вот так вот, скажем так, сеткой, да? Непонятно, достает или не достает. Вроде достает, фиг знает. Ну-ка, давай посмотрим. Так, вот так вот если ввести, то получится где-то вот тут уж у нас должна быть ремонтная станция. Будет электроэнергии, но построим мы эту электроэнергию позже. Хоть будет тут. Вот, у нас, значит, задача исследовать заброшенную ракетную шахту. Зона у нас находится в соседнем секторе, поэтому придется у меня построить космопорт, чтобы еще один космический проект запустить. У нас сейчас миграция колонистов на стадии полета на Землю. То есть ракета отправилась на Землю за новой партией. Поэтому... Так, я уже начал стройку. Нового жилья-то, по-моему, нет. По-моему, ни хрена. Так, сколько у нас жилых мест? 350, да, получается? Да. Откуда 350? Может, я три штуки поставил, все понятно. Все понятно. Ну, очевидно, что воды будет уже не хватать. В будущем, поэтому... Воду пока ставим тут. Что у нас по энергии? Энергию мы тут вот ставим, значит, получается, солнечную панель. Дальше. По перевозкам. По перевозкам тупо спамим, опять же, узловые станции. Тут еще одну бы неплохо было поставить, да? Так, раз-две. Тут на тоже две. Это особо нечего возить. Ну, а сейчас посмотрим, короче, ускоряем пока. Пока ускоряем, посмотрим, что будет. Да, и без приоритетов, конечно, тут три ночи построишь. Потому что они просто возят резы параллельно на все здания и ничего не достраивают. Вот как раз мне нужна шахта с алюминием, поэтому мне придется, скорее всего... Да, вот узловые станции тут, конечно. И солнечную батарею. Потом уже шахту по добыче алюминия будем строить. Так, у нас по ремонтным комплексам есть что-нибудь типа фильтра? Так, это у нас шахты изучились, да? Значит, после шахты я планирую что сделать? Я планирую изучить побольше космопортов, как вариант. Попробуем. И, соответственно, шахту надо будет улучшать. Вот, например, у нас шахта с алюминием где вообще находится? Тут, да? Модернизация пошла. Интересно, нужно шесть, да? Это-то запас. Вот, значит, пять алюминия и пять... Слушайте, серьезно, для модернизации шахта с алюминием нужен алюминий? Ну, как обычно, в общем, да? Его, соответственно, никак не подвезут, потому что... Или, подожди, она работает или не работает? Вроде работает. Или не работает. Ресла сюда возят. Вроде алюминий идет вверх. Первый шаг... Первый из шагов на пути к созданию новых космических технологий. Это ты? Про космос, что ли? Да, алюминий добывается, видим. Но все хорошо. И все, сейчас придется ждать кучу времени. Все. Модернизация прошла, отлично. Сейчас у нас алюминия будет просто дохрена. Я надеюсь... На это... Так, отлично. Дело пошло. Наконец-то. Ну и вот, в общем-то, дальше надо... Кремнии, наверное, опыть, да? По плану-то. Так, космос завершен. Лимит космопортов два. Отлично. Дальше я не знаю пока, что делать. Надо подумать. Так, дополнительные посадочные модули это у нас... Позволяет основывать новые базы, запускают дополнительные посадочные модули, да? Это наша первая очередная задача, или можно подождать? Вообще, конечно, для... Развития нужно очки науки прокачивать, поэтому... Размеры поселения... Те толку-то? Так, инженерия. Расширенные склады пока не нужны особо. Батарея. Батарея было бы, конечно, неплохо, но... В принципе, солнечные панели пока справляются, да? А, давайте дополнительные посадочные модули исследуем. Это базовая технология, так что... Лишней точно не будет. Значит так, не хватает кремния. Модернизируем. Ублерод пока хорошо. Химикат у нас дофига. На самом деле, заводов. Узловая станция. Что у нас сейчас? По-прежнему все плохо, да? Дальше пихать. Узлы вот сюда вот. В эти сектора. Давай как-то так вот. Тут уже, как говорится, не до красоты. Просто по кругу их можно так вот напихать. Может тогда будет быстрее все работать. Так, узловая станция не хватает явно тут. Ну, сейчас-то все. Сейчас-то мы заживем, конечно. Да, добавились тут фильтры. Я вижу, что... У нас температура. Биом. Влажность. Это, видимо, ветра пока что показывается нам. Ну, хотя, в принципе, какая-никакая влага есть, скорее всего. В самом минимальном количестве в атмосфере. В общем, понятно. Так, химический завод. Химикатов явно не хватает. Ну, кстати, посмотрите, где у нас химикаты. Так, я могу ли создать базу по всей планете. Сейчас, создашь, подожди. Химический завод. Да, химические заводы и воду надо прокачивать. Шахта под обучей воды. Давай вот так вот. Ну, алюминия по-прежнему не хватает. Что у нас тут-то? Надо поставить приоритет. Все, давайте, ускоряйте. Ну, и, конечно же, космопорт еще один поставить надо. Колония, исследовательская станция. Где-то у нас была. Космопорт. Здесь будет тут вот. Маленечко, ландшафт не позволяет строить прямо там. Все, давайте дальше. И сразу же, наверное, модернизируем все это дело. Так, вообще, как показывается это химический завод? Минус. Да. Один, два. Все. Поставилась шахта. Дальше, ремонтную мастерскую, надо поставить. Ну, конечно, минус в том, что каждый раз приходится потом снимать приоритеты там. И вот с этих станций бесполезно снимать, потому что они как бы особо ничего не делают, ничего не требуют. Так, дополнительный посадочный модуль. Отлично. Сейчас надо его только построить. Окей. Что же делать дальше? Короче говоря, есть такая мысль, что для начала стоит упороться в колонии, то есть как можно больше навести колонистов, только потом уже заниматься какими-то другими космическими проектами, потому что иначе у нас наука будет очень медленно идти вперед, поэтому если получится, то на втором космопорте тоже придется выставить проект миграции колонистов, как вариант. Посмотрим. Так, что у нас там электроника-то? Заводы вообще работают? Вроде как да. Резы копятся. Кремний есть. Фабрику поставить как вариант. Сталь. У нас там сталь там. Сталь работает. Да, больше людей. Будет проживать. Но не сейчас. Что у нас там? Ракета-то летит? Да, ракета летит. Скоро прибудет. Да, нужно больше стали, короче, грамм. Так, что у нас там, в общем? Почему-то все шахты, все шахты заново выделились. А, там второй уровень, да? Понятно. То есть можно сразу второй уровень оставить. Или нет? Или нет? Так, фабрика, мне нужна сталь. Поставим тут. Где у нас углерод, в общем? И сколько его? Углерод вверх. Железо, в принципе, апать пока смысла нет. Потому что у нас шахт дофига. Так, больше нет, да? Значит, идем сюда дальше. Так, узловая станция. Конечно же, чуть-чуть не хватает. У нас энергии уже не хватает. Поэтому давайте с запасом построим. Вот, колония 2. То есть те же самые постройки, в принципе, только второго уровня сейчас будут. Такой тоже своего рода спам. Что нам тут дают? Это лимит колонистов просто, да? По большему. Угу. Расширенные склады. Сейчас мы будем много добывать. Так что давайте пока расширенные склады. А, лучше на дороге сушим. Давайте сначала склады, они быстро исследуются. На дороге. На дороге. Так, значит, что это у нас кремний. Шахта под обучей углерода. Сразу же узел. Так, ну-ка, дайте я посмотрю. Насчет, вообще, дорог-то, в принципе, скоростные дороги. Фабрики 2. Гиперсепи. Гиперсепи. Ну, что такое? Суперскоростными подземными тоннелями. В общем, не вижу ничего для увеличения количества дронов. У нас пока что 12 из 15. Фабрика дронов должна работать. Да, работает. Просто очень медленно. Так что, возможно, еще одну придется построить. Потому что сейчас одни будут выходить из строя. Другие будут в строй вставать. Так, узел с солнечной батареей. Правильный сфер на прессе расширятся. Так что, давайте поставим. Так, а как ее переключить, чтобы сразу вторая была? Непонятно, никто не знает. Ну-ка. Можно вот эти улучшать. Вот еще одну построим, потом будем улучшать. Если они улучшаются без проблем для жизни текущих колонистов, то это будет, конечно, хорошо. Так, давайте-ка сначала мы солнечную батарею построим. Все, хорош. Дополнительные складские комплексы позволят безопасно хранить излишки ресов. Хорошее место. Хорошее место имеется в виду, чтобы доступно было, да? Так, надо как-то эти красные сектора все-таки подзеленить. Чтобы сложно. Что у нас там, ресы-то кончаются? Сталь. Так, я стилетельную фабрику, в принципе, поставил, да? Углерод добывается. Давайте. Все это дело ускорим. Шахта по добыче углерода. Тут уже улучшено. Железо до хрена, химикаты в плюс, вода в плюс. К примеру, пищемальник у нас идет в минус, да? Я замечаю, что... Хоть и незаметно. Так, складской комплекс. Замечательно. Дело пошло гораздо быстрее. Если просто особо не заморачиваться и спамить. Так, улучшенные дороги все-таки, да? Хочется мне. Ну и батарея тоже не помешала бы, блин. Давайте для начала. Логистику все-таки улучшим. Сейчас энергии в теории должно хватать даже в период пыльной бури, так что... Особо-то чего заморачиваться. Что у нас космоборд меня интересует? Так и не построился, да? Давайте как-то парить еще. Постройте уже его. Так, у нас обе шахты углерода улучшены. Но стали все равно не хватает. Сейчас я уже начну путаться в зданиях. В идеале это, конечно, сделать вообще производство рядом. То есть... Две фабрики стали рядом друг с другом, но... Видите, как тут уже... Не получится так сделать. Возможно, в новом секторе можно будет это предусмотреть. Там будет отдельная экономика. Так, все у нас. Космоборд построен. Космоборд построен, это хорошо. Давайте-ка закажем тогда колонистов. Если это возможно. Спанули один. Вот, второй, значит, вторая ракета. Как ее запускать-то? Она уже запустилась в процессе, да? О, часть колонистов улетела. А что они улетают? На запасы воды и пищи все хорошо. В базу знаний. Колонисты станут погибать в Марс, если будут чувствовать себя недостаточно уверенно. Серьезно. Так, поддерживать запасы воды и пищи на уровне. Ну, как бы у нас все хорошо. Конечно, чуть-чуть уменьшается, но... Не критично. Я считаю. Так, ладно, давайте запасы воды. Химикаты надо улучшать. Сейчас пойдет у нас... Работа-то. А химический завод, слушайте, нельзя прокачивать. Нет, можно. Тут же заказана модернизация, да? Короче, без приоритета ни хрена работать не будет. Так, для каждого реза есть назначать, например, алюминий, да? Остретельство и улучшение. То есть, в большем количестве на строительство и улучшение после всего это идет. И осталь тоже самое. И куда она еще идет? Только у нас спецпроекты. Шахта по добычу воды пошла вверх. Химический завод. Так, где у нас еще химикаты вообще есть? Это у нас вода. Это тоже вода. У нас три скважины прям. У нас химикаты. Замечательно. Складской комплекс. И где надо его где-то по центру ставить, потому что у нас тут все производство сосредоточено именно в центре. Это вот тут надо ставить. Примерно. Складской комплекс. Как-то так. Ладно. Давайте спамить тогда колонии. Колонии приоритет. У нас пойдет апгрейд. У нас энергия пришла в минус. Больше батареи. Больше батареи. Энергии хватает. Рем комплексы оставлю более-менее по сетке. У нас уже их... Так, четыре штуки. Вот строится тут пятый. Дальше будем строить... Где-то вот тут. Ну, пока не требуется. Да, по-прежнему не хватает маленько алюминия. У нас уже две шахты поставлены и улучшены до второго левела. Так что... Пишите в комментах, где вы еще заметили новое месторождение. Я пока не вижу. Да, к слову, я подумал, что в течение игры стоит как-то, может быть, к краю строить вот эти вот... Точнее, перестраивать ареологические сканеры. Потому что они сейчас исследуют очень далекие клетки и, наверное, это занимает больше времени. Хотя, черт его знает, вроде непонятно тут. А, в общем, посмотрим. Посмотрим в будущем, как это будет. Так, вода и химикаты все еще идут в минус, да? Пища у нас... Еле-еле держится. Так, что у нас там с водой-то? Шахта подобыча воды. Тоже улучшена. Тут еще, видимо, ждет... Ждет модернизации. У нас, скорее всего, тоже. Ждет... Химические заводы я уже вроде бы как... Нет, еще не апнул. И все еще ждут апа. Опять же, без приоритета хрен, что апнется тут. Так, алюминий модернизации тоже ждет, да? Модернизации все-таки. Так, улучшенные дороги. Хорошо. Повышая скорость перемещения. Замечательно. Ну так вот, по поводу науки. Все-таки, может быть, и не стоит... Я вот опять подумал. Много колонистов сразу завозить, потому что... Мы сейчас просто будем двигать науку вперед, а строить успевать уже не будем. Поэтому, может, и стоит заняться квестами. Рашильные склады я уже построил. Лучшие дороги есть. Шахты 2 изучены. Что нас тут-то обещают? Лимит построек плюс 200. Я вроде пока не упираюсь в лимит-то, да? Ну-ка, подожди-ка. Ну что у тебя? Пока все нормально. То есть надо 150 зданий построить. Это только начало игры. Это жесть. Это просто какая-то жесть. Так, батареи все-таки, да? И ветреные турбины. Ну что ж, давайте строить батареи. Тут был запас. Вот, значит, что у нас получается? Сейчас прилетят колонисты, потом мы отменим все это дело. Вот уже прилетели, ребята. 250, у нас 600 мест. Хорошо. То есть вот это можно экспедицию отменить. Место нее... А, у нас еще других-то, наверное, нет. Ну-ка, если отменим... Я сохранюсь, пожалуйста. То есть если ракета не улетит назад, то что будет? Какой итог-то? Четыре. Четыре. Сейчас нельзя отменить. А в какой момент можно? Непонятно. Ну ладно, пока не знаю, как это дело отменить. Приосрождать, что ли? Как там ракета улетит назад? Складской комплекс. Что, у нас прям... Модернизация есть, что ли, сразу? Или что-то такое-то? Все, построили. Так выглядит склад. Было бы что-то складировать. Позволяет хранить дополнительные запасы ресурсов. Значит, склад минимальный. А, вот оно что. То есть можно ограничить. Все-таки можно ограничить. Понятно, короче. Ну, на конкретном складу... На конкретном складе что-то ограничить. Ясно. Ясно, понятно. То есть можно построить склад для конкретного сектора. Хранить там компоненты. И сырье. Ну, по-хорошему, конечно, все это дело перестроить бы сейчас. Но перестроить уже не получится. Значит, у нас застопрится все. На долгие года. Пищи явно не хватает. Так, возможно, стоит тогда построить еще один пищевой завод. Как вариант. Так, полимеры у нас имеются. Пищевой комбинат. Вода вверху, химикаты и гиппопала. Ну, пищевой завод давайте строить вот тут вот. Можно чисто для них построить. А, вот он что. Улучшить дороги. А, то есть улучшать дороги надо вручную. Ясно, ясно. Что-то такое я тоже читал. То есть мне каждый раз придется щелкать. Пипец просто. 7 углерода, 7 стали. Это жесть, слушайте. Так, как она улучшается, да? Не получается, что-то у меня улучшить там. Это я щелкаю. А, вот так вот, да, делается. То есть линии прокладываются, и между ними дороги улучшаются. Ясно, теперь. Ну, будем надеяться, что это будет работать. Да. Эти улучшаются у маленькой дороги. Все же. Значит так, надо дороги от склада и во все стороны улучшить тогда. Имя склада только один. Сейчас буду искать все шахты и все улучшать. Просто подряд. Стали все-таки не хватает, да? Углерод уже прокачан. Тут углерод прокачан. Я уже улучшил, наверное, дорогу. Можно поставить еще шахту. Для добычи железа. Она уже маленькая кончается. Вообще, конечно, отдельный склад стоит попробовать поставить. Именно вот для пищевой промышленности, да? Попробуем. Уже никак. Чтобы сюда все завозили. Все сырье. Все, стали ушла в минус. Попам. Так, у нас тут железо все еще, да? Углерод. Я уже неоднократно улучшал. Да, я еще химикаты хотел построить. Эти химикаты уже пошли в плюс. Водоврой тоже не страдает, но... Коммунистов сейчас будет больше и больше. Так, узловые станции пошли. Сейчас доберемся. Коммунистический завод пошел. Вообще, дорога-то есть тут, нет? Нет ведь ни хрена. Так-то будет точно работать. Ладно, давайте вот к этой воде тогда. Дальше пробираться. Клицей через тернии. Солнечные панели. Взлов емно не хватает. Так, через три клетки я вообще он поставил. Тут хрена поставишь вообще. Так, солнечная энергия почти что дотягивается даже. Вот так вот, значит, и... Добыча воды пошла. Все замечательно. Снова ждем. Надеемся и верим. Да, слушайте, стали очень много уходят на улучшение дорог. Это просто жесть. Батарея у нас уже исследовалась, хорошо. Значит так, что дальше? Инженеры и ветряная турбина. Самое время для ветряной турбины. Исследуется она опять же быстро. Так, что у нас там с людьми-то вообще? У нас опять на пути к Марсу. А, вот можно отменить, короче, на этапе, когда они... ...к земле летят. Когда ракета идет назад, уже нельзя. Понятно. Ну, что я могу сказать? Я и сохранился, да? Попробуем отменить. И, например, починить спутник. Всего лишь тут... Всего ничего, короче. Вот, квесты, наконец-то. Дошел я до квестов. Замечательно. Так, батареи сейчас попробую поставить. Ну, сначала ремкомплексы надо продолжать ставить, да? Которые не такие уж и дорогие. Надо еще радиус посчитать, чтобы не мучиться. Так, три... Короче говоря, пять клеток, да? Гарантированно. Гарантированно пять клеток. Точнее, даже шесть. То есть, раз, два, три, четыре, пять. На пятой клетке надо ставить. Но все будет хорошо. Напасть будет по клеткам все-таки. Ветряные турбины обеспечат мою базу чистой возобновляемой энергией. В истину так. Что у нас давление-то растет? Температура падает, таки, да? Ну, это я еще не занимался ничем. В этом плане, в этом направлении. Так что нормально. Так, электроника, сталь. По-прежнему не хватает стали. Алюминий в какой-то веке уже пошел вверх. Железо, углерод в реках добывается. Тут и бедно, так что... Напрашивается еще один сталь-летийный завод. Правильно, правильно. Сталь-летийная фабрика. Опять же, рядышком уже с текущей, да? Поставим, чтобы не мучиться. Так, по поводу батареи. Для порядка было бы неплохо поставить хотя бы парочку. На будущее. Раз. Просто, чтобы какой-никакой запас был. Походу, батарея не расширяет энергосеть, как это было в дымке. Так что... Зря я ожидал, что это будет работать. Подожди, или я не то выбираю. Нет, все правильно, батарея. То есть для энергосеть у меня вообще никакого. Толку от батареи нет. Они просто выполняют функцию накопления. Ну и ладно, что. Тогда их можно оставить, в принципе, в одном месте. Будет норм. Так, что, у нас все покрыто, да? Все покрыто, не хватает вот тут. Раз, два, три, четыре, пять. На пятой клетке. И нормально. Можно, конечно, впритык на шестой ставить прямо на границу. Но... Как бы зачем? Зачем? Где-то просто ландшафт не позволит поставить впритык, и... Все. Вся картина собьется. Так, поставили, что ли? Фига себе, не быстро. Так, интересно. Тут дорога вроде как была улучшенная, да? Или мне показалось? Надо заново улучшать ее, да? Как только дорога перестроилась. Тоже непорядок. Все это работает так. Да, все-таки углерода не хватает. Углерода не хватает, я бы поставил еще парочку сканеров. Ареологических. Так, что у нас там с людьми-то? Ракета идет назад. Ракета идет назад. По-моему, у меня уже количество людей просто не меняется. Такое впечатление. Ну-ка. Ветряная турбина. Хорошо. Ну, расширенные склады рановато. Ну, тогда я предлагаю, как я планировал, в космос упороться. Потом уже всякие парниковые газы. Тем более всего 500, как и вот тут. Лимит космопортов. Так, я, по-моему, космопорта еще не могу сразу сейчас построить. То есть... Нет? Немножко близко. Да, у меня же лимит космопортов плюс 2 был, точно. Точно, точно, я понял. Прошу прощения. Я осознал свою ошибку. То есть там будет еще плюс 2 космопорта, что вообще круто. Огонь, огонь. Так, ветряная станция расширяет, слава богу. 50 мегаватт, да? Неплохо. Черт побери. Радиус у нее такой же. Вот до этой воды она будет добираться дальше. Так, где у нас узлы? Так. Ну вот так-то будет лучше. Энергия тут будет у нас. Вот и замечательно. Так, химический завод пошел. Узловая станция пошла. Все еще не хватает стали. Если бы три завода не справляются, да? Печально. Опять у нас перевозки плохо справляются. Эх, беда-беда. В центре слишком... Слишком много зданий. Короче говоря, надо более разряженно ставить было. Здание там. Сейчас придется клепать. Узловые станции на каждом метре, блин, на каждом шагу. Иначе никак. Так, не хватает опять энергии, что ли? Подожди. А что я отрубил-то? Почему отрублено? Никто не знает. Короче, у нас спрос больше, чем производство все-таки пищи, да? Поэтому... Призыв с этим разбираться. Хотя у нас количество еды не уменьшается. Видимо, потому что как раз колонисты-то улетают, да? Как-то они сами регулируют свое потребление. Да, понятно, короче, да? Вода. Что у нас там химикаты-то вообще? Так и не поставились. Производство пищи идет. Ну, очевидно, надо больше... Больше пищевых заводов строить. Иначе никак. Сейчас у нас кремния не хватает. Что у нас по кремнию, в общем? Тут у нас второй левел. Надо модернизировать. Батарея, батарея. Что у нас там сейчас проектом-то? То есть у меня проект уже закончил, что ли? Что-то я не заметил, как он закончился. Я, видимо, провтыкал сообщение, да? Дополнительный посадочный модуль. Ну, давай, пока сектор откроем. Что еще делать-то? Космопорт у нас не построился. Все. Шахта с кремнием прокачалась. Вот еще кремния, да? Как-то я его проглядел там. Исследование завершено. Лимит космопортов плюс 4. Охренеть мне сейчас. Будет просто куча космопортов. Больше, чем не надо. Ну, и, в общем-то, можно уже перейти к вот к этим проектам. Увоз парниковых газов. Синела. И у нас космопорт будет только на это и работать. Вот. Значит, что я хочу сделать? Черная полярная пыль. Альбеда Марса. Альбеда, это, короче, чтобы рассеивать лучи. Чтоб температура повышалась, да? Ну, и пока вот эти базовые проекты дешевые будем изучать. Ну, и параллельно будем строить космопорты. Параллельно будем выполнять вот эти вот проекты для улучшения атмосферы. Ну, и по накатанной. В общем, понятно, что будет дальше. Так, давайте кремний. Что у нас по проектам? Идёт работа, идёт работа. Просто копятся ресурсы, компонентов не хватает. Да, компонентов действительно не хватает. Напомните, мне что там надо. Сталь и алюминий, да? Стали тоже не хватает. Ну, в любом случае, придется поставить ещё одну фабрику. Чтоб быстрее производилось. Да, ну всё-таки со сталью надо решать вопрос. Чего, что ли, одну поставить в фабрику? Какое производство стали там? Тогда углерод точно уйдёт. Так, сталь и алюминий фабрика, давайте пойдёт вот сюда вот. Ну, как-то надо тут прям ставить склад уже отдельный. Пищевой склад у меня так-то не поставился. Да, тут два будет. Но если у нас остальные заводы будут вот тут, тогда склад придётся где-то тут поставить. Хотя... Тут, в принципе, два узла, так что... Самое место. Да, тут ещё... Стали тоже нет. Давай-ка, ускорю, просто смольникам. Транцуз. Транцуз. Продолжение следует... Все, вот склад для пищи отстроится. Черная полярная пыль. Это у нас проект, судя по всему. Тут она что-то тут. Просто лимит построек. Неактуально. На биотехнологии я вообще что-то не заморачиваюсь, да? Тут просто лимит колонистов. Геокупол. Ясно, короче. Давайте вот эти проекты поисследуем. Ну так вот, по поводу склада. По поводу склада надо... Приоритет не поставить, да, чтобы только его окопили. Видимо, нет. На каждом другом складе запрещать это все хранить, конечно, будет мучительно больно, скорее всего. Только шифтом. Тут еще не работает шифт. Только обновить до 100. Ясно. То есть до нуля никак не убавить. Так, запретить тоже не получается. То есть, что минимум, да, минимум. В общем, странно, странно. Маленечко неудобно окажется мне тут управление складами. Ладно, на этом я эпизод закончу. Пишите ваши впечатления в комментариях. На самом деле, очень много спама. В этой серии я попытался просто особо не размышлять. Просто спамить и спамить. И вот что получилось. В принципе, у нас база расширилась раза в два, наверное. Всем спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Если вы хотите продолжение по этой игре на канале. С вами был Антик. Всем удачки. Всем пока.